Приветствую вас. Первое, что я хочу сказать, это то, что важна ваша личная духовная организация. Важно то, как вы воспринимаете ситуацию, важно то, какова ваша позиция в этой ситуации, которая произошла. Важно отделять оскорбления, клевету, унижения. Это очень разные вещи, это очень разные истории, это очень разные моменты. Дело в том, что унижение, это не то, что может дать вам человек. Унижение, это то, как вы воспринимаете себя. То есть, унижать себя может только сам человек. Клевета, это распространение ложных сведений о вас. По сути, то, что вас задевает, то, чего вы стыдитесь. И здесь, на мой взгляд, тоже очень важно реагировать на клевету конструктивно. То есть, чем больше вы пытаетесь подавить, например, клевету, тем большей степени вы обращаете на себя внимание. С другой стороны, у нас существует преступление, которое называется распространение сведений, пороча честь и достоинство личности. Если вы считаете, что человек действует именно так, то вы правильно подать на него в суд, предварительно накопив доказательную базу, доказательственную базу. Но, клевета, это именно то, с чего вы стыдитесь, это именно то, что вас задевает. Что касается оскорблений, то здесь, опять же, есть четкая дифференциация. Ага, то, что вы принимаете на свой счет, то, что вас задевает. И то, что вы считаете неприемлемым по отношению к вам, но то, что вас не задевает. И во втором случае, вы руководствуетесь исключительно правовым полом. То есть, вы либо не обращаете внимания, либо жалуетесь на человека, либо что-то еще. В первом случае, вы смотрите, чем вас задевают оскорбления и работаете в этом направлении. То есть, обороняться, в том смысле, чтобы отвечать оскорблениями в ответ и унижениями в ответ и клеветой, это не вариант, абсолютно. Если бы вы молчали, то был бы тоже не вариант, потому что люди это делают по своим причинам, для себя. Вот. Что касается агрессора, то здесь, да, здесь треугольник Карпмана, как и сказал мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович. Почему, Валентина, нужно работать с тем, чего вы следите, что вы в себе не принимаете, что, какие чувства у вас вызывают, то, что вас оскорбляют и унижают, работать с этими чувствами, ну и анализировать то, как вы выстраиваете отношения. В целом, можно овладеть навыками бесконфликтного общения, когда подобные вещи будут просто пресекаться, например, принцип амортизации. Вот. Но, как и любому навыку, ему нужно обучаться. Поэтому, если вам это интересно, обращайтесь в личку к любому из специалистов, мы будем рады вам помочь. Впервые проработаем ваше восприятие себя и других, потом навыки бесконфликтного общения. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.